Дорогие друзья, всем привет! Мир, любовь, добро и свет. Хочу предложить к вашему вниманию земельный участок в деревне Услой. Катастрофный номер внизу. На сегодняшний день это муниципальное образование город Подольск. Но уже в следующем году, в 2023, это будет входить в состав города Москвы. Участок располагается в 15 километров от старых границ Москвы. Сейчас вы видите на карте, где он располагается. И вот кратчайший путь, как можно доехать. Это через Щербинку, потом вы на обводную дорогу поворачиваете и приезжаете в Услой. И ваш путь составит 18 километров. Ну, из-за того, что немножко огибает, 18 километров. Значит, есть второй путь. Есть второй путь. То есть вы едете по скоростной трассе. Вот картинка. Вот картинка. Но вам тогда нужно развернуться в Покровах. Из Покровах доезжаете до Покровов, разворачиваете, едете как бы обратную сторону в Москву и уже там поворачиваете на Бяконтово. Подъезд к этому участку через деревню Бяконтово-1. Второй, это с Домодедовской трассы, это через Агафонова, Макарова, вот через эти деревни. В пяти километрах от этого участка располагается достаточно развитый город Подольск. Здесь и магазины, школы, больницы, ну, в общем, вся инфраструктура, которая нужна для комфортного проживания. Вот. Очень развит спорт. Хоккей, футбол, единоборство, бокс, балет, там, коньки, фигурное катание, все что угодно для ваших детей, пожалуйста, на любой вкус. Со спортом там все нормально. Опять же, из Подольска идет электричка, в обе стороны, как в сторону области, так и в сторону Москвы. Так же и МЦД. В сторону Москвы идет МЦД. Пользуясь МЦД, можно комфортно добраться до Москвы. Так же недалеко, еще ближайший населенный пункт, это город Видное. В принципе, можете через Видное тоже попасть в Москву. То есть, Видное тоже, с развитой инфраструктурой, очень приличный город. Значит, участок, что вы видите на картинке, он имеет прямоугольную неправильную форму, где-то 50 метров, располагается вдоль дороги, 50 метров и в глубину где-то 23-24 метров. Участок предлагается как целиком, это 11 соток. Так же его можно разделить, вот как на картинке разделить, получится два участка по 5,5 соток. Это тоже вариант можно рассматривать. Значит, земельный участок имеет небольшой уклон, где-то 25 градусов. Но за счет того, что глубина участка там 23-25, то есть, этот уклон особо не заметен. Если он туда вниз уходил на 50 метров, естественно, от дальней точки до фасада был приличный уклон. А так, на 25 метров это даже не заметно. Вот так выглядит участок зимой, а так выглядит осенью и весной. Значит, вы можете видеть зимний подъезд, затем сейчас появится летний подъезд. Участок располагается на краю деревни, ну, крайний участок при выезде в деревню Бяконтово. В принципе, даже вдруг, кто захочет коммерческое использовать, можно построить небольшой магазин при доме. Дом и магазин, не выходя из дома, торгуйте, или кафешка какой-то, как модно сейчас у молодежи, кофей, кофе, варите, 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 угощайте всех деревенских. Сейчас я вам покажу, то есть, пройдемся мы по участку, покажу, где колышки, примерно, какие расстояния. Значит, идем, смотрим первую границу, которая при въезде. Это вот первый колышек. Вот это другая граница. Там, где деревья, это река Пахра протекает вот за этой поляной. Кстати, кому не нравится заезд сверху, можно сделать заезд вот отсюда, снизу. То есть, здесь уже была проселочная дорога, видите, колея такая, да, можно отсыпать, вот, и сделать заезд, ну, приблизительно вот отсюда. Вот здесь можно сделать заезд, вот видите, еще колышек стоит, здесь можно сделать подъезд к участку снизу. Этот колышек поставлен как ориентир, чтобы с дороги была видна ширина участка. То есть, та сторона где-то 18 метров, здесь от того колышка до угла соседа, как ориентир угол забора соседа, вот там за кустами, 46 метров. По забору соседа, если продвинуться, вот он, сетка рабица, вот угол забора, вот там, вы видите, да, вот этот сетка рабица, это граница тоже участка. Здесь по этой границе 25 метров ширина, там около 19-18, небольших, здесь 25. Вот, идем к следующему колышку. Здесь по верху тоже граница определяется углом забора соседа, вот он, угол забора соседа, вот, идет тут 12 метров, вот до этого колышка 12 метров, и к тому колышку, который мы первые смотрели, где-то 38 метров, то есть, вот весь здесь такой участок, то есть, вот эти деревья стоят на участке, вон там вишня, на этом участке. Посмотрев участок, ссылка на объявление будет в описании, также внизу, вот здесь вот кадастровый номер земельный участок. Если вы используете кадастровую карту Росреестра, вы легко найдете, померите там размеры, там есть линеечки, расстояния, то есть, вообще не проблем, то есть, вот кадастровый номер внизу. Друзья, а кому понравился видеообзор, если все понятно и кого-то заинтересовало это, если кого-то заинтересовало предложение, вы обязательно звоните, пишите, отвечу на все ваши вопросы. Всего доброго, до свидания, пока, и главное, хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин